С возложения цветов к памятнику маршалу Советского Союза Георгию Жукову начались торжественные мероприятия, приуроченные к 70-летию победы в Великой Отечественной войне, в которых принимает участие губернатор Евгений Куйвышев. Вместе с главой региона почтить память выдающегося советского полководца у здания штаба Центрального военного округа собрались ветераны фронта и тыла, военнослужащие, представители общественных организаций, студенты и школьники, а также командующие войсками Центрального военного округа Владимир Зарудницкий. Председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина, председатель правительства области Денис Паслер и члена регионального кабинета министров. Члены Совета Федерации от Свердловской области Эдуард Россель и Аркадий Чернецкий, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Также главный федеральный инспектор по Свердловской области Андрей Березовск, глава администрации Екатеринбурга Александр Яков. Судьба Георгия Жукова тесно связана с историей Свердловской области. Маршал в течение нескольких лет командовал Уральским военным округом. В Свердловской области установлено несколько памятников этому полководцу. Мемориал, размещенный в Екатеринбурге перед зданием штаба Центрального военного округа, отлит на Уралмашзаводе и возведен к 50-летнему юбилею Великой Победы. Этот памятник стал одним из символов города. Завершилась церемония торжественным маршем роты почетного караула Екатеринбургского гарнизона. В Артемовском городском округе подготовка и проведение мероприятий, посвященных празднованию Великой Победы, начались еще в прошлом году. Одной из ярких акций такого рода стал автопробег, в ходе которого артемовская молодежь возложила цветы ко всем памятникам Великой Отечественной войны нашего округа. Именно те, кому ветераны должны передавать память поколений, сами организовали концерты, другие мероприятия, посвященные празднованию Дня Защитника Отечества и юбилея Великой Победы. Артемовская молодежь решила привлечь внимание не только к праздничным датам, но и к проблеме сохранения мира во всем мире. Ведь то, от чего нас спасли наши предки, вновь поднимает голову.